Сегодня моя заявленная подготовка к школе. Начинается у нас самый любимый родителями и вообще близкими детей период. Это школьный учебный год. И, конечно, важно подготовиться не только морально и психологически, но и подготовить здоровье ребёнка к этому важному ответственному периоду. И о чём поговорим? О том, что вообще происходит в организме ребёнка в период обучения в школе, скажем так. То есть на что ложится самая большая нагрузка, и какие системы, и что конкретно нам нужно поддержать в этот период, для того, чтобы ребёнок развивался гармонично и правильно. Ну и первое, естественно, это не секрет для вас, самая большая нагрузка, которая ложится на организм ребёнка, это нагрузка на нервную систему. Потому что объём информации, получаемый сегодняшними детьми, современными, достаточно большой в любой период. Будь то первоклассники, то есть или начальная школа, будь то средняя школа, ну а про выпускников я вообще молчу, конечно. То есть колоссальный большой объём информации, объём материалов, которые нужно обработать. Дальше. Обязательно это социальная адаптация в любом классе. Опять же, первоклассники, которые меняют привычную уже среду детского сада на пока ещё незнакомую и непривычную среду школы. Дети старшего возраста, например, если это переход из младших классов в среднюю, из 4-го или из 3-го в 5-й класс, в 6-й, то это смена коллектива и тоже социальная адаптация. Ну и старшие дети, то есть старшеклассники точно так же. Дальше. То, что у нас всегда в школе присутствовало, присутствует и, конечно, оказывает влияние на любого ребёнка, это система оценивания его успехов. Начали недавно, не знаю, кого как в школе, менять пасту, которой ставят оценки. Замечали? Нет? Есть у кого-то такие? Или пока ещё красные? Нет, поменяли уже. Поменяли, зелёные, да? Да, да, зелёные. Да? Вот. В Финляндии очень давно эта система используется, вот, для того, чтобы не раздражать, скажем так, нервную систему ребёнка, и для того, чтобы это не было настолько агрессивно. Ну, а у нас вот начинают использовать тоже уже какие-то плюсы. Но, тем не менее, это есть. И дальше, что ещё происходит в период школы? Это ограничение активного движения. Естественно, по сравнению с летом, то ли дело ребёнок активно бегает, играет и проводит время так, как ему хочется и интересно, то ли дело нужно сесть и сидеть 30, 40, 45 минут, да, если это пары у старшеклассников, то и дольше бывает. Ну, то есть это ограничение подвижности. Но если подростки, скажем так, и старшеклассники, и студенты уже более-менее привыкли, то дети младшего возраста, для них это вообще нонсенс, потому что дети в этом возрасте, они вообще должны познавать этот мир. И познавать, естественно, через движение активное, через изучение чего-то нового, но не обязательно это должно быть вот в одном положении сидя, да, а здесь вот посадили и всё. Поэтому это своего рода, конечно, нагрузка и стресс. Ну, и то, что ещё меняется, это недостаточный или неполноценный сон. Почему? Потому что, опять же, перегруз нервной системы из-за большого объёма материалов, то есть это могут быть дети какие? Отличники, да, те, которые хорошо учатся и хотят везде успеть. Но я по своему опыту скажу, по опыту отличницы, спала я мало, потому что это действительно колоссальные затраты времени, я могла ложиться после 12, практически каждый день, поэтому на сегодняшний день, я думаю, ситуация не поменялась, а только, возможно, ухудшилась. То есть поэтому дети, которые хотят успевать, естественно, сон у них недостаточный или неполноценный. Ну, либо тут перекос, те, кто не хочет активно успевать по урокам, те могут использовать активно гаджеты. Соответственно, тоже будет нарушение сон, и дети ложатся позже спать. Дальше, следующая система, которая испытывает нагрузку, это, конечно же, иммунная. Потому что, ну, во-первых, сам период, осень-зима, осенне-зимний период сам по себе является таким фактором дефицита кислорода. Вот тут хочу остановиться поподробнее. Я уже рассказывала на своих лекциях по поводу тех тестов, которые проводились в нескольких киевских школах, если кто-то помнит, по замерам уровня кислорода в классах и замерам уровня углекислого газа. Ну, цифры я дословно не помню, я помню просто при, ну, допустим, норма до 1000, превышение углекислого газа до 4-5 тысяч. То есть это колоссально. Не в раз, не в полтора, это в 2-3-4-5 раз превышение количества углекислого газа и дефицит кислорода. И проветривание в течение даже часа не спасает ситуацию. Поэтому дети, по сути, школьники, они находятся в постоянном дефиците кислорода. То есть в условиях постоянного дефицита кислорода. При дефиците кислорода что в первую очередь страдает? Конечно же, функции головного мозга. Однозначные 100% и сразу. Поэтому некоторые дети, они реально не могут запоминать и не могут хорошо и полноценно учиться, не потому что он сидя сам откроет, а потому что у него функционально мозг не может с этим справиться в условиях вот такого вот дефицита кислорода. Кто-то компенсирует и работает на износ, а кто-то просто физически не может. Поэтому таким детям их не нужно ругать, а нужно реально понимать факторы, в которых наши дети сейчас учатся. Вот эти факторы, скажем так, неприятные. И стараться им обеспечить адекватное получение того же кислорода и так далее. Дальше, концентрация инфекционных агентов, я написала. Конечно, это детский коллектив, да, который сконцентрирован в одном помещении. Поэтому, естественно, это будет очередным фактором, да. Дальше, нагрузка на зрение есть? Да, конечно. Конечно, есть. И здесь хочу сказать, что многие думают, что... Вообще, замечали, что у детей сейчас реально сильно падает зрение. И таких детей больше. Но если я в своём классе из 36 человек была одна с плохим зрением, то сейчас, если зайдёшь в класс, то таких детей, ну, 5-6, может быть, до 10 даже. То есть треть класса, может быть, дети в очках тоже сидят. Вот. И чаще всего родители связывают с чем? С чем вы связываете то, что падает зрение у ребёнка? С телевизором. Постоянно у компьютера сидят. У нас целые дети. Заджеты, хорошо. Ну, а вот пошёл в школу. Летом нормально, тоже сидел за компьютером. И в школе. А вот пошёл в школу, начало падать зрение. Почему? Значит, может, какие-то витамины не хватает. Витамина А, наверное, не хватает. Может быть, витамина дефицит, да? Низко читает. То есть, ну, чаще всего родители связывают с нагрузкой на именно аппарат зрения, скажем так, на орган зрения. В плане того, что длительный период концентрации, да, например, на доске или на учебнике, на планшете. Сейчас некоторые ходят в школу с электронными книжками, то есть это своего рода тоже экран, да. Вот, но, знаете, последние данные, которые я читала, то снижение зрения у детей, и вот я слушала лекции ещё Вячеслава Антелевского тоже, с этим связанные. Последнее время вот снижение зрения у детей связывают не с перегрузом аппарата зрения, а с психосоматикой. То есть это насколько перегруз нервной системы у ребёнка, чтобы у него на основе вот психосоматики снижалось зрение. Поэтому здесь надо не очки одевать, а, конечно же, работать, то есть идут зажимы совершенно другие. Понятно, что это и витаминодефицит может быть, это и проблемы осанки, которые часто встречаются. Но, тем не менее, вот эта психосоматика, представьте себе, у ребёнка мы уже говорим о том, что у него вот в основе нарушения зрения психосоматика. То есть вот так, вот такая ситуация. Ну, гиподинамия, это я уже говорила, да, ограничение активного движения. И здесь я просто несколько данных, я уже их рассказывала тоже по подсчётам учёных, да, школьники. Ну, как раньше мы ходили в школу? Я, например, ходила. Я, например, ходила, и мне надо было реально пройти так, километр, полтора, два, я думаю, вот, как-то так нужно было туда и из школы. На сегодняшний день как это происходит? Чаще всего школу выбирают хорошую какую-нибудь, и не всегда она рядом с домом. Соответственно, нужно довести ребёнка. Поэтому как выглядит современный вот день школьника? Утром встал, бегом поел, если успели, потому что мамам и папам тоже нужно куда-то бежать, это всё быстро. Если он поздно лёг, он ещё и не выспался, и завтракать он ещё не хочет, потому что он поздно поужинал. А вот сел в машину, доехал до школы, зашёл в класс, сел. Сел. Перерывы я не беру в расчёт, потому что очень часто на перерывах что говорят? Дети, не бегайте. Это вообще, это просто, я понимаю, конечно, и учителей, да, но с другой стороны, как может ребёнок не бегать, я не знаю. Вот он должен бегать, у него должна быть какая-то активность. И урок физкультуры это совершенно не заменяет, там, час физкультуры, да, в 40 минут. Вот, и, значит, сел в школе, да, на 6, 5, 7 часов, там, в зависимости, если ещё в продлёнке, потому что мама не успевает, например, папа тоже на работе, значит, он дольше сел, сел и так и сидит там до вечера, домой, в машину посадили, привезли домой, и что он сделал? Он сел. Он сел делать уроки, а потом он лёг спать, да. Вот, то есть, поэтому подвижности просто никакой, просто никакой. Либо, если сам приходит со школы, старшеклассник, к примеру, если хорошо учится и старается, то тоже сядет за уроки, если плохо учится и старается, ляжет по телевизору. Всё, ну, это чаще всего. Поэтому вот с этим огромная проблема, и если вы интересовались какими-то болезнями цивилизации, которые сейчас развиты, да, сердечно-сосудистые заболевания, там, ну, многие вообще, в основных факторах всегда есть такое слово, как гиподинамия, то есть дефицит активной нагрузки, активного движения, всегда. Поэтому эта дорога вот туда. Я извини, Марина, за это тоже. Хорошо, да, спасибо. Вот, дальше. Ну, и что ещё в этот период меняется, конечно, особенности питания. Потому что, как я сказала, утром не всегда получается адекватно организовать завтрак. Если это школьное питание, ну, зависит от школы, конечно, да, какое там питание. Чаще всего, если у ребёнка есть деньги, то, ну, не все дети хотят кушать то, что в школе, да, вот, а если есть деньги, то купят что? Чупачус. Ну, не то, что явно не полезно, а то, что просто вкусно, да, быстрые какие-то углеводы и так далее. Вот, то есть никакой полноценности, да, и ценности пищи в этот период у ребёнка нет. Ну, и остаётся, по сути, только ужин, который ещё как-то семья может проконтролировать. Ну, вот завтрак, ужин в лучшем случае, да. Вот. Ну, и ещё одна особенность, естественно, вообще организма ребёнка, не только в период обучения в школе, это интенсивный рост скелета. То есть скачки роста, они есть, конечно, чаще всего это световой день, то есть когда долгий световой день, но, тем не менее, они есть всегда, и сейчас, учитывая то, что у нас активно, очень активно развита акселерация детей, да, то здесь нужно смотреть абсолютно индивидуально. Здесь уже нормы давным-давно должны меняться, потому что период полового созревания, если раньше мы говорили, там, к 14, то сейчас он может быть к 12, а то и к 10, а некоторые вообще к 8. Поэтому говорить о том, что когда у кого какая норма, тут уже нужно смотреть индивидуально на каждого ребёнка. Но то, что скачки роста есть, это да. Поэтому за ними нужно следить, ну и опять же, смену зубов в этот период, да, то есть опорно-двигательный аппарат, вот такой минеральный расход, скажем так. Поэтому отсюда что идёт? Ну, этапы подготовки, которые мы возьмём, исходя из этого всего. И первое, что я обязательно включаю, вообще это должно было начаться ещё в августе, ну, для тех, кто не успел, продлим период и начнём в сентябре, потому что лето у нас это фрукты, лето это ягоды, лето это зелень, это босиком по песку, по траве, ну и так далее, да, руки во рту, и многие такие факторы, которые способствуют активному заражению гельминтами. Поэтому противопаразитарная программа, как правило, после лета я всегда с неё начинаю, как подготовка к школе. И сюда ещё обязательно я включаю такое понятие, как поддержка желудочно-кишечного тракта или реабилитация желудочно-кишечного тракта, больше для взрослых, но для детей обязательно тоже. Объясню почему. Почему? Потому что, ну вот, в школьный период что хотят родители для своего ребёнка обеспечить? Что чаще всего? Ну, иммунитет, наверное, да, укрепить? Ну, потому что осень-зима идёт. Подкормить какими-то витаминами, там, допустим? Круто, соками. Ну, вот с такого плана, да. То есть, чтобы ребёнок хорошо учился, нужно, и чтобы он не болел, правильно? Две такие основные, ключевые, важные задачи для родителей в этот период. Чтобы он не болел и чтобы хорошо учился. Вот, поэтому, что здесь важно в плане желудочно-кишечного тракта? Много детей-аллергиков сейчас встречается, очень много. Вообще, врач-аллерголог, если раньше он был один на город, ну, так образно, да, условно говоря, то сейчас обязательно в каждой клинике, в частной, в государственной, в государственной, всегда есть врач-аллерголог, потому что востребовано, потому что много таких детей появилось. Поэтому задача родителей адекватно накормить ребёнка. Что такое вообще, по сути, детский организм и чем он отличается от взрослого? Ну, много чем, но в основе своей. Детский организм, он ещё растёт и развивается, в отличие от нас с вами, да. Поэтому задача родителей, первоочередная, вот ту программу, которая заложена генетически у этого ребёнка, её нужно обеспечить. То есть, если помните из биологии, такие ДНК, хромосомы, да, такие вот понятия, то есть это то, что у каждого ребёнка, у каждого новорожденного, у него есть генетический материал. И вот этот материал должен, скажем так, развиться и раскрыться визуально. То есть какой это будет человек, с каким ростом, с какой осанкой, с какой фигурой и с каким уровнем здоровья. И обеспечить это всё можно только пищевым, то есть адекватным питанием. Вот если сегодня стоит задача в организме вырасти данному конкретному ребёнку на 2 сантиметра, там или на 2 миллиметра, но ресурса для этого нет, то он не вырастет. Ещё такой пример наглядный по Японии приведу. У них вообще страна такая интересная, передовая во многих позициях. И знаете, на 1946 год у них рост был у японцев в среднем 146 мм. То есть такие себе низенькие, с кривыми ногами, ну и так далее. На сегодняшний день у них команда по волейболу самая высокая в мире, среди всех команд. То есть они за 25 лет увеличили средний рост свой на 28 сантиметров. Как вам такое? А мы раньше думали, что у них генотип такой. То есть генетически у них низкая нация. На самом деле, то есть генотип у многих может быть определённый, но какой будет в итоге человек, это зависит только от тех ресурсов, которые мы обеспечим данному организму. И в данном случае это в первую очередь касается именно детей, потому что уже взрослым нам с вами очень сложно что-то поменять. Уже что заложили, то заложили. Уже с этим только работать. А вот как раз-таки у детей это всё можно обеспечить. И обеспечить это можно только через адекватное питание. Для того, чтобы питание это было адекватным, значит оно должно, во-первых, туда поступить, в желудочно-кишечный тракт, во-вторых, должно усвоиться и пойти на те нужды, которые нужны. Поэтому первоочередная здесь система, это, конечно, система пищеварения, и на неё следует обращать внимание в первую очередь, потому что именно оттуда начинается усвоение всех питательных веществ, всё то, что мы хотим туда положить, в этот организм, и то, как это дойдёт до места и будет работать там, где его нужно. Дальше. Отсюда вот поэтому я и говорю, что вначале мы смотрим на адекватную работу органов пищеварения, пищеварительной системы в целом, и дальше мы можем обогащать фракцион ребёнка с акцентом на те системы, которые перегружены в этот период. То есть акцент на нервную систему, на зрение, на иммунитет, на укрепление скелета. Ну, укрепление иммунитета я здесь отдельно вынесла, потому что всё-таки фактор осень-зима имеет значение в этот период. Поэтому вот та схема, которую я использую у многих детей, та схема, которую давал похожую Вячеслав Антелевский, с короткими пересепками, как он называет это, мне она очень понравилась, и я её стала использовать очень довольна. На сегодняшний день у меня есть несколько таких детей, один с хроническим ринополингитом, который, ну, сказать, что болел каждый месяц, это ничего не сказать. То есть это насморк постоянный, с выделениями, с обильными, с зелёными и не с зелёными. В общем, в течение полугода эта бедная мама уже не знала просто, что делать. И ребёнок 7 лет, первоклашка, он выглядит на 5 максимум, бледно-синий-зелёный с синяками под глазами, то есть картинка, ну, просто очень жалко такого ребёнка. Знаете, вот. И вот это мы начали такую программу с ним проводить, я вам скажу, с февраля. Пока они ко мне обратились, после полугода хождения по мукам и по всем различным инстанциям, вот, мы начали с ним проводить. То есть это базовая такая, естественно, мы немножко ему там расширяли, добавляли кое-что индивидуально, но база была. То есть база в чём? База состоит в том, что должны быть противопаразитарные продукты, противовирусные, вот такой, как подарка, я обычно добавляю, ну, и для, скажем так, здесь подарка, как компонент для реабилитации ЖКТ. То есть вот такая, два в одном. И вот такую программу мы проводим уже 6 месяцев подряд. 15 дней мы убираем, 15 дней мы заселяем полезными бактериями, то есть защитниками иммунитета, иммунной системы. И опять 15 дней мы убираем, 15 дней мы заселяем. Вот таким вот образом. Результаты на этой программе очень хорошие. Ребёнок пришёл, вообще улыбался. Он, конечно, был ещё бледноват, но он уже не был с оттенком желтизны и синевы. Вот, и он, ну, то есть другой ребёнок, знаете, другой ребёнок, который не дышал ртом, а наконец-то начал дышать носом вообще, перестал храпеть. Вот, то есть хороший очень результат. Но маме я сразу говорила, что для этого нужно время, и мама была готова к тому, что время это она потерпит, да. Потому что были и обострения, и это всё было не сразу. Но результат очень хороший. Что касается моего ребёнка, потому что это, конечно же, всё через личный опыт, то вот уже на протяжении, сколько, ну, ему 13, значит, 6, вот, восьмой класс мы идём, значит, 7 лет, вот уже 7 лет мы готовимся таким образом к школе всегда. И кроме как нежелания учиться, никаких других проблем у нас нет по здоровью. Да, да. Поэтому вот такие, вот такая программа, она реально даёт хорошие результаты, особенно детям, которые в осень-зиму часто болеют, и потом ещё и в лето это забирают. Вот, те, которые с хроническими танзелитами, с аденоидитами, или с аденоидными вегетациями, вот такого плана. То есть длительность её будет минимум 2 месяца, да, вы видите, от 2 месяцев. Значит, это чёрный орех, это суперчеснок, это хлорофилл, и вот эти 3 продукта входят у нас в набор, который так и называется противопаразитарный набор. Очень удобный, очень хороший для детей именно вот школьного возраста, вообще шифарный вариант. Ну и плюс я говорю, что подарка добавляю, потому что чаще всего на сегодняшний день источником, скажем так, первопричиной какого-либо заболевания со стороны органов дыхания у детей является именно вирусная инфекция. Поэтому подарка здесь как профилактически, так и в домашней аптечке уже на период осень-зима всегда есть. Вот, ну и в период, скажем так, перерыва, да, это хлорофилл. Хлорофилл вообще на постоянной основе. Почему? Потому что я говорила про дефицит кислорода. Хлорофилл это то, что насыщает кровь кислородом, да, то, что помогает ребёнку адекватно справляться с нахождением в четырёх стенах в длительный период времени. Вот, и в бардок обязательно добавляю репейник, потому что много детей, очень много детей с дискинезией, желчеводящих путей. Поэтому жалуются они на боль в животе, на какое-то подташнивание по утрам, ну и так далее. То есть все симптомы связаны с этим. Ну и так как желчный пузырь очень сильно реагирует на нервную систему у ребёнка, это страдает, да, в период школы, то вот здесь чётко, очень такая чёткая связь. Поэтому бардок добавляем, ну и бифидофилус флорофорс, полезные бактерии, живые, вот, на ночь. Заселяем полезную флору. Вот это как подготовка, ну обязательно добавляем к этому обогащение питания. То есть в первую очередь, это что, витамины, конечно, да. Витамины, это будет запитка не только нервной системы, но это будет запитка и иммунной системы обязательно. Это могут быть витазаврики, это может быть коктейль ТНТ, кто что любит, либо это просто чередуется. Ещё очень люблю перфектайз, особенно тем деткам, у которых действительно наблюдается тенденция к снижению зрения, либо уже есть снижение зрения, да. Обязательно в совокупности с гимнастикой для глаз. То есть обязательно. Перфектайз в этом случае очень хорошо работает. Дальше. Полезные жиры. Ну скажите, пожалуйста, мне, покажите ребёнка, который красную рыбу есть каждый день. Таких детей нет. Это во-первых. Во-вторых, даже если такие дети есть, то есть ли у нас хорошая, качественная красная рыба с содержанием, с достаточным содержанием, чисто очищенная омега-3. Нет. Поэтому не добавляя в рацион, то есть я не вижу другого выхода, кроме как добавлять омегу-3 в рацион дополнительно. Но и лицетин обязательно. То есть это те полезные жиры, которые обязательно необходимы для работы иммунной системы, для работы нервной системы, потому что лицетин – это оболочка нервных волокон, что происходит вообще в организме ребёнка, в частности в нервной системе, в период его обучения в школе. То есть это своего рода, знаете, когда на пластинке есть такие дорожки, формирование дорожек. То есть обучение, которое проходит ребёнок – это формирование вот этих дорожек в нервной системе, вот этих нейронных связей. То есть чаще всего именно в этом вот это происходит. И нервные клетки, если вы хоть раз видели на картинках, да, они имеют такие отростки. И формирование вот этих отростков, которые объединяют различные клетки, чем больше таких нейронных связей, тем более сообразительный ребёнок, более концентрированный, тем лучше развита память, ну и так далее. То есть нервная система и головной мозг работают лучше в таких условиях. Для того, чтобы это происходило хорошо и адекватно, должны быть в составе питания ребёнка обязательно полезные жиры. То есть их нужно обеспечить. Полезные жиры – это имеется витоку лицетин и омега-3. Понимаете, ну если нужно образовать новую нейронную связь, а сегодня ребёнок не получил ни омега, ни лицетин, то она не образуется. И дело не в том, что ребёнок тупой, как некоторые просто начинают. Ну это слышно сразу с соседей, да, которые орут. И сразу понятно, что ребёнок сейчас занимается уроками с родителями, с мамой. Уже и собака выучила, и соседи выучили эти уроки, а ребёнок не может. То может быть стоит задуматься тогда, адекватно ли он питается, и хватает ли ему ресурсов для того, чтобы работал адекватно его мозг и нервная система. Поэтому обязательно, просто обязательно должно быть в рационе. Минералы, конечно, потому что ребёнок растёт. Извините, чем обеспечивать его затраты в росте? Многие читают, родители, я всегда предлагаю родителям посчитать норму кальция и минералов, ну в частности, на примере кальция, который съедает ребёнок в день. Потому что родитель говорит, он же кушает, он получит из еды достаточно. Просто посчитать нужно, сколько он получает. И когда мы вместе считаем, или сам родитель считает, поверьте мне, вот с такими глазами просто, насколько дефицит в рационе питания ребёнка по кальцию и по минералам, и который накапливается изо дня в день, из года в год. Вот, на что мы на сегодняшний день имеем? У молодых людей, считаю, в 30 лет это молодой человек абсолютно, но прооперированный позвоночник по поводу грыж, межпозвоночных дисков, ну извините, это просто никуда не годится. Если раньше остеохондроз, остеопороз, это болезни кого? Пожилых людей. И болезни эти в основе, они какие? Дистрофические, то есть связанные с изнашиванием тканей этих, связанные с дефицитом в питании, то сейчас мы имеем эти болезни, ну в 25, даже в 22, в 21 уже спина болит, уже бывает такое, уже шея болит, и уже знаем, что, ой, это у меня остеохондроз. Это все закладка вот тогда, еще в детском, в подростковом возрасте, когда расход минералов колоссальный и большой, да, на формирование зубов, на формирование скелета, а адекватных поступлений этих веществ нет. Поэтому и тут важно обращать внимание на активные периоды роста ребенка, потому что они, как я уже говорила, у каждого ребенка абсолютно индивидуальные, да, обязательно, и что еще сейчас наблюдаю очень часто, переломы у детей. Переломы у детей, мало того, что знакомые, у которых слышат, что ребенок поломал руку. Например, как вам такой ребенок, который там к 8 годам уже 3 раза был в гипсе, да, как это, о чем говорить? Причем ребенок просто играл на игровой площадке, на детской площадке, не было ничего, никакой травмы серьезной или чего-то, просто играл, просто упал, прыгнул или еще что-то. То есть адекватная нагрузка для ребенка, он должен играть. И точно так же недавно в магазине за мной стояла женщина с девочкой, видимо, знакомая продавца, и девочка в гипсе вот по плечу, от запястья до плеча. И продавец спрашивает, ой, а что это вы, на днях были, было все в порядке. Он говорит, упал, очнулся гипс, мама шутит. Говорит, мы на детской площадке поиграли. Понимаете? На детской площадке ребенок. То есть это о чем говорит? О том, что есть уже явление остеодистрофии у таких детей. Ну и обязательно акцент на нервную систему и зрение. Это магний хилат. Очень люблю этот комплекс и для детей, и для взрослых. И тут нужно и маме, сразу маме школьника, я считаю, магний хилат в рацион, и обязательно ребенку добавлять. Потому что действительно нагрузки большие. И магний расходуется, потому что это минерал, который активно расходуется в период стресса. И ребенок этот стресс испытывает. Просто он, естественно, не говорит об этом. Он не скажет, что у меня стресс. Но он переживает. Особенно много таких эмоциональных детей, очень впечатлительных. Особенно это девочки, которые все принимают близко к сердцу. Если, не дай бог, кто-то сказал в классе с девочек еще что-то. То есть это все переживания, стрессовые моменты, которые присутствуют. Поэтому магний хилат в этом случае очень хорошо работает. И для сна, и для нервной системы адекватной работы, и для зрения. Ну и укрепление. То есть все те комплексы, о которых я только что говорила, естественно, это относится к разряду питания, и для иммунной системы тоже. Потому что иммунитет – это тоже клетки. И те клетки, которым нужно то же самое питание, как и для любых других клеток. Единственное, что я сюда не включила, но о чем обязательно скажу, это достаточное количество белка в рационе ребенка, потому что это структурный компонент, из которого образуется все. То есть для того, чтобы мышца сердца, то есть вообще само сердце увеличилось в объеме, в подростковый период у ребенка в два раза увеличивается, откуда? Откуда возьмутся ресурсы для того, чтобы мышечные клетки увеличивались в количестве? Это должно быть. Если этого нет, конечно, увеличится, это понятно. Но как оно будет работать, за счет чего, где заберет, где не хватит в следующий раз, да? Поэтому белок обязательно. Тот комплекс, который я люблю, это смарт-милл, коктейль, который многие дети любят. Там и белки, там и витамины, минералы, там и в составе есть омега-3. То есть очень хороший витаминно-минеральный комплекс в виде коктейля, который можно сделать ребенку вкусно утром и дать заряд и питание на целый день полноценное. Ну и еще один продукт, который мне очень нравится, это свободные аминокислоты. То есть есть дети, которые с интересными вкусовыми предпочтениями, например, не очень сильно любят коктейль, но и плюс еще такой разряд детей, как спортсмены. Спортсмены, если вы к спорту какое-то отношение имеете или слышали, да, сейчас очень развито употребление спортсменами BCAA аминокислот, вот, то есть это действительно полезно, нужно и важно для спортсменов, для детей спортсменов в особенности. Чем отличаются наши свободные аминокислоты, то есть свободные аминокислоты НСП тем, что они содержат не только 3 аминокислоты, которые вот называются BCAA, а содержат все заменимые и незаменимые аминокислоты, весь набор. Поэтому такой вот приятный бонус, и своему ребенку я обязательно даю свободные аминокислоты. Вот, по 2 таблетки 2 раза в день, утром и обязательно после тренировки. Иногда на ночь, в зависимости от периода. Если это период соревнований, то вот таких дизировок. Вот, это то, что касается белка, да? Ну и опять же, белок почему еще важен? Потому что иммунная система построена в основе на белке. Поэтому первая рекомендация, которую вы должны слышать от врача, когда вы приходите в осень дни, да, и спрашиваете, а как нам не болеть? Что делать? Что обычно говорит врач? Чаще всего. Гуляйте на свежем воздухе, больше двигайтесь, открывайте форточку. Прививку сделайте. Прививку сделайте, да. Ну, одна из очень важных рекомендаций, это включать, активно следить за достаточным количеством белка в рационе. Потому что все иммунные клетки, все иммунные комплексы в основе своей содержат белок. То есть те клетки, которые борются с инфекцией, те антитела, которые вырабатываются в ответ на, скажем так, внедрение чужеродного агента, да, вот называется иммуноглобулины или антитела, это все белковые компоненты, все из белка. И если белка этого не будет, то, извините, клеток этих тоже не будет и компонентов этих тоже не будет. И мы потом начинаем искусственно их каким-то образом вводить, вставлять интерферон, да, например, в виде свечей, куда только не вставляем ребенку этому бедному, когда можно просто обеспечить достаточное количество белка для того, чтобы его иммунная система выработала эти комплексы. Это тренировка иммунитета, это должно быть, должен ребенок встретиться с инфекцией, должны иммунные клетки ее распознать, занести в компьютер, что это вот, например, аденовирус, что он есть, и вот он так выглядит, и мы его теперь знаем. И в ответ на него мы вот таких защитников выпускаем. А если этого нет, или делаете это каким-то образом искусственно, то это уже другая работа иммунитета. Или если бороться некому, не с кем, да, а иммунитет, он вообще, основная его функция, распознавать инфекцию, с ней встречаться и защищать. Если ребенок растет в таких чрезмерно стерильных условиях, то, извините, бороться не с кем. Он начинает бороться с кем? С сам собой. Сам с собой. А это что у нас? А это у нас аутоиммунные заболевания и процессы, да? Ну и всевозможные виды аллергии и так далее. Вот. Это то, что касается иммунитета, да? Поэтому вот те продукты, которые мне нравятся в период, в детский период, конечно, это все индивидуально. Но те, которые часто, скажем так, я рекомендую, те, которые мне нравятся, и те, которые являются расширением к той базе, о которой мы говорили. Задача, в первую очередь, накормить и расширять эту базу можно многими продуктами. Сок нони, почему? Да, еще сюда сок алоя не написала, но сок алоя в этом плане тоже очень мне нравится. Сок нони, сок алоя в плане того, что это и противопаразитарный, это иммуномодулятор, это то, что гармонизирует нервную систему, защищает период осенне-зимних инфекций и заболеваний, и дома это как аптечка, то есть как жаропонижающая, которая не сбивает температуру до нуля, а снижает ее до того уровня, чтобы ребенок нормально переносил это прохождение вот этой борьбы иммунитета, но в то же время была борьба с инфекцией, то есть то, чего не делают жаропонижающие аптечные. Обычно как это происходит? Снижаем, если не снизилось, давайте еще чем-нибудь другим снизим и так далее. То есть здесь этого делать не нужно, наша задача просто, чтобы ребенок нормально переносил температурную реакцию, но она должна быть. Я вам скажу, свой опыт у моего ребенка, температурная реакция, она всегда есть и всегда температура 39 и выше, всегда. То есть он болеет обычно один раз в год, и обычно это длится 2-3 дня. Но в первый день, когда начинается все с слабость, вялость и так далее, повышение температуры идет практически сразу, и постепенно она повышается, и к вечеру это всегда 39. Вот просто заправила, я уже знаю, всегда 39 и может быть выше. Поэтому ночью мы активно отпаиваемся, подарка сок нони, сок алоэ и хлорофилл, я могу его будить ночью, давать капсулы с подарка, давать выпить нони, хлорофилл и алоэ, на следующий день температура 38-38 в половине максимум, и третий день уже все, ничего нет. То есть вот с такой вот свечкой всегда. И вот хорошо, когда есть такая температурная реакция, потому что у многих детей на сегодняшний день такой хронический процесс, где вяло текущее 38, и длится это всю неделю, а то и две. И вот так вяло все это течет. То есть никакой активной борьбы не происходит. А еще сдаем анализ крови, и очень часто сейчас видим в анализах крови что? Клиника острой респираторной вирусной инфекции, к примеру. А в анализах все в порядке. Все клетки в норме. Нет повышения табликоцитов. Что значит повышение клеток? Это же неплохо. Это мы просто видим, что в организме идет борьба, что их много в ответ на внедрение инфекций. А если их нет, о чем это говорит? Что организм слабые борьбы из него. Да, ну нет. А дали ли мы те ресурсы, чтобы были эти клетки образованы? Вот сюда вопросы. Поэтому сок нони нравится мне очень. Замброза, да, потому что это антиоксидант, это для зрения, это противовоспалительное. Чаще всего у детей сейчас это хронические воспалительные заболевания. Тензилит, аденоидит чаще всего. Я рассказывала на лекции, на ухо-горло-нос. Вот. Как раз про эти проблемы. Колострум. Очень мне тоже нравится. Это молозиво. И многие мамы знают, что молозиво – это самое ценное молоко, это самое первое, самое богатое. Именно вот этими защитными комплексами, иммуноглобулиными, то есть антитела, иммуноглобулины, интерферон содержит. Вот это как раз-таки вытяжка, да, молозиво. Очищено, высоко очищено. Никогда у меня не было никакой реакции на колострум. Но в данном случае я использую украинский колострум, вот там, где только молозиво, да, в составе. Вот. Фактор роста содержит. То есть по капсуле один раз в день, если это дошкольники и школьники, это профилактическая дозировка, вполне адекватная. Ещё колострум, как использую, ну, у нас сейчас время немного поменялось, поэтому очень часто в осенний-зимний период люди ездят в отпуск, да, бывает же такое, и ездят очень часто куда? В тёплые края. То есть смена температурного режима, да, и акклиматизация. И для ребёнка, для организма, это, ну, как и для взрослого, это всё равно стрессовые ситуации. Вот, потому что перепады температур. Он только приезжает туда, прилетает, например, ему нужно привыкнуть, но чаще всего это 7-10 дней, только привыкает к одной температуре, и тот уже сразу улетает, опять возвращается сюда в холод. Вот, то есть это такая достаточно серьёзная встряска для иммунной системы, поэтому в такие периоды, если вы знаете, что вы полетите, или там дети ваши полетят, да, обязательно колострум себе и ребёнку за неделю хотя бы за неделю, а то и за 10 дней до, там и после. По капсуле 1-2 раза, в зависимости от возраста ребёнка, да, либо это взрослый. Ну и плюс у вас всегда будет в аптечке средство, которое можно использовать. Ну и лимфатик-дренаж, ещё один продукт, который относительно недавно появился, но на нём очень много хороших результатов. Опять же, почему? Потому что самая частая проблема в этот период у детей, это лимфоидная ткань, то есть это тонзелин хронический, это аденодиты. Поэтому с ней и работаем. Ну и лимфатик-дренаж обязательно добавляют тем детям, которые переболели любой инфекцией, то есть вирусной или вирусно-бактериальной, неважно какой, то есть переболели, значит, нужно это всё вывести, потому что велась борьба. Эти все микроорганизмы были, к примеру, уничтожены, да, если это говорится о бактериях, и выводится это всё через лимфатическую систему, своего рода канализацию, и ей нужно помочь. потому что если не помочь, не всегда она может сама справиться, потому что при хронических воспалительных процессах, особенно в миндалинах, процесс самоочищения этих самых миндалин, он уже нарушен у ребёнка, они уже не могут нормально самоочищаться. И в итоге это действительно перерастает в такую хронику по кругу. Вот поэтому лимфодренаж в этих случаях очень хорошо работает, ещё у меня вот хорошо работает, как отхаркивающие, вводящие слизь, ну и так далее. То есть это такие как продукты для расширения, скажем так. Ну и в принципе всё остальное, это, конечно, уже индивидуально, потому что каждый ребёнок имеет свой набор каких-то уже особенностей, реакций и так далее. Поэтому вот то, что касается среднестатистического, там, какого-то среднестатистических схем продуктов, которые я использую, то это то, о чём я говорила. В принципе, на этом у меня всё. А лимфодренаж, он периодически или каким курсом даётся? В зависимости от состояния ребёнка. Смотрите, допустим, на примере скажу, вот этот ребёнок, про которого я сегодня рассказывала, с которым мы полгода занимаемся реабилитацией ЖКТ и всего остального, то с ним мы пропили одну упаковку и через два месяца ещё одну. То есть это был периодически. Вот. Ну, чаще всего, в принципе, так. То есть периодически. Ну, в зависимости, я же говорю, от состояния. Иногда бывает, когда я даю две упаковки подряд. Ну, и маленькие дети тоже у меня на лимфатик дренажа были, которые использовали. Вот маленькие – это два с половиной года. Результат шикарный, потому что там был кашель у ребёнка. А там газировка легкая два с половиной года? Два с половиной года. Ну, на тот момент это было 5 или 8 капель, я честно не помню. Ну, где-то в среднем 5 капель. Это минимально то, что я от года даю, да? 5 капель два раза в день. Тогда у нас было, наверное, 8 капель два раза в день. Вот так. И у них хороший отхаркивающий был эффект. Им не понадобилось ничего больше для кашля, потому что кашель, ну, и обильное питьё, и достаточно быстро он стал влажным, отхаркивается, и, в принципе, всё хорошо. То есть, пока он бутылочку не выпил, у меня… Да, я могу в острый период дать такую дозировку, как 10 капель два раза, к примеру, а потом после этого могу сказать, что 5 капель два раза и допивайте упаковку. Вот так. А сухолуя в такой же дозировке, как и сухно, не принимают? Знаете, по поводу дозировок сразу детских скажу, что все хотят схемы с дозировками. Нет, ну, приблизительно. Но приблизительно, даже приблизительно не могу сказать, потому что, честно скажу, бывает подросток 15 лет, который метр 70, и весит он 70 килограмм, и ему не дашь по книжке дозировку столовую ложку два раза в день. Ну, понимаете? То есть, нужно понимать. Как вот я, честно, очень мне нравится подход Вячеслава Телевского, честно скажу, и поэтому я использую, я никогда для себя лично не использовала дозировки такие, как рекомендуют в гомеопатической медицине дробные, там, 1 треть капсулы и так далее. То есть, для своего ребенка, если честно, у меня не было времени особо заморачиваться, тогда не было таких обширных лекций каких-то, многих педиатров. То есть, ну, 13 лет назад я особо не вникала, мне, я знала, что вот нужно дать это, и я давала. Поэтому, честно сказать, никогда не мерила, там, 0,1 миллилитр, это было чаще всего чайная ложка или пол чайной ложки, то есть, то, что удобно померить, да. Вот, поэтому дозировки не могу вам сказать. Сок алоэ, я вам скажу на своем примере. Вот недавно у меня ребенок после турнира приехал и поднялась температура у нас, вот как я рассказываю, классический такой случай, то сок алоэ мы выпили за два дня бутылку, ну, это мое личное, я вам просто свой опыт говорю, вот, за два дня мы выпили бутылку с рукавой, ну, я немножко для профилактики там пила у него, конечно, ну, сало не тащится, вот, поэтому был у нас опыт по соку нони такой, когда в период эпидемии гриппа, ну, он заболел, то есть, тогда была серьезная, действительно, эпидемия, и температура была тоже высокая, то есть, это была ломота, такая классическая картина очень, и достаточно тяжело переносилось все это дело, сук нони у нас тоже бутылка была выпита за два дня, скажем, но это не было дольше, чем три дня, три-четыре, ну, потом в период восстановления, возможно, это выделение небольшое, это нагноз, но в целом, вот, что острый период, то это было три-четыре дня и все. Поэтому по поводу дозировок, я же говорю, я не скажу, иногда встречается маленький ребенок, два-три года, но у него такая картина, что ты просто уже другие дозировки используешь, или начинаешь с маленьких, но увеличиваешь на хорошие. Мне понравилось, как тоже Вячеслав говорил, что нужно понимать, это касается противопаразитарной программы, что дозы мы подбираем не для ребенка, для паразитов, да, или для инфекционных агентов, которые там, но они чаще всего, как у взрослого, так и у ребенка одинаково развиваются, и физиология у них тоже одинаковая. Поэтому все индивидуально, я не хочу, чтобы вы сразу шли сейчас и пили бутылку с укропом в день, конечно, вот, я просто рассказываю свой опыт и свое мнение, оно правильное для меня, как я считаю, на своем опыте пока что я довольна очень, довольна своими результатами и результатами своего ребенка. А как будете делать вы, все-таки это нужно принимать решение вам, потому что это должно быть осознанное решение родителей. Какая аптечка школьная должна быть дома? Если брать уже, вот в школе, какая аптечка должна быть дома на ежедневный или на экстренный случай? Школьная аптечка, обязательно хлорофилл, это вообще всегда, всегда обязательно, потому что, во-первых, пить, во-вторых, если это вирусная инфекция острая, да, какая-то, то есть если ребенок заболевает, простуда, да, как мама говорит, то первая рекомендация, которая должна быть, не бежать, сломя голову за жаропонижающим антибиотиком, а обильное щелочное питье. Если ребенок в этот период есть не хочет, я вас умоляю, не переживайте, не бойтесь, пусть он не ест, пожалуйста. Потому что я очень часто встречала мам, которые очень сильно переживают, что ребенок болеет, еще не ест, и это все, катастрофа, не пытаются всячески его накормить, заколкать и так далее. Напоите, напоите и активно поите. Какое-либо отравление у вас есть, хлорофилл и поите. То есть любая, понимаете, тепловой удар, любая острая ситуация, самое первое, что вы можете сделать дома, будучи, да, первая помощь, это выпаивание, так называемое, при любых ситуациях. Поэтому хлорофилл обязательно всегда должен быть. Это раз. И второе, то, что его можно капать. То есть у вас одно средство, которое можно использовать. Его можно капать в глаза, его можно капать в уши, его можно капать в нос. То есть у вас сразу готовые капли, если, ну, это необходимо, да. Вот, поэтому первое средство в аптечке это хлорофилл. Второе средство это подарка. Люблю очень. И, ну, это такое очень результативное, уже любовь сформированная годами. Нереально классный продукт, который хорошо работает у детей, причем использовала я его с года. То есть даже с года были ситуации, когда мы использовали подарка. Вот, и очень хорошо работаю. Вот, поэтому второе это подарка будет. И спектр мне нравится его, да, что это и вирусы, это и бактерии, это и грибки. То есть широкий спектр такой, вот, в качестве аптечки, да. Третье, все равно я считаю, дома должно быть коллоидное серебро. Вот для детей оно должно быть. Потому что остряется достаточно, да, сильно, и вы еще там не пошли, допустим, к педиатру не обратились, вот, то у вас дома есть серебро, поэтому вы активно начинаете его давать, капать. Или дышать, если это маленькие дети. Очень хорошо работают ингаляции с серебром. Ни в коем случае там ни с какой боржом и так далее, а именно с серебром, очень хорошо работают. И причем даже на одних ингаляциях с серебром, ребенок до года, у нас такие, много таких результатов, ребенок до года может хорошо справиться. То есть, когда есть особенно старшие дети, они же приносят сразу, да. И этот малыш, например, которому там 8, 9, 10, 11 месяцев, может запросто подзаразиться. Начинается все обычно с носика и так далее, да, покраснение там горлышки. Вот, и что вы дадите такому ребенку? Ну, нет еще, допустим, такой температуры какой-то. Что дать? Да, что сделать? Серебро мы можем использовать. Тем более, я же говорю, в качестве ингаляции очень хорошо. Либо в качестве капель, вот, капли для носа, которые я использую, это с хлорофиллом и серебром, я давала тоже эту схему. Часы или разберется водой? Я развожу или водой, или физраствором. Вот, то есть, серебро, хлорофилл, подарка. Тейфу для более старших детей, для более младших, у меня всегда был дома бальзам с маслом чайного дерева. Шикарная вещь вообще. Нет такого сильного аромата, как вот от Тейфу, да, потому что не все дети переносят в нормальном, да. Есть те, которые аллергики, например. Вот масло чайного дерева, вот этот бальзам, он очень хорошо разогревающий, такое, скажем так, раздражающее действие, поэтому можно натереть, можно на руки и понюхать, ну и так далее. В общем, очень хорошо используется вот в этих случаях. То есть, из наружных, зубная паста. Обязательно, почему? Не потому, что это там глупости и бред, зачем зубная паста нужна, а потому что зубная паста у ребенка должна быть щелочная. Потому что бактерии в кислой среде активно размножаются, поэтому даже чистя зубы уже ребенок может, ну, чистя зубы, смотря какой пастой, он может уже содействовать развитию бактериальной флоры в ротоглотке. Для того, чтобы этого не было, обращайте внимание обязательно на зубную пасту. Это раз. И второе то, что многие ферменты, которые начинают действовать еще в ротовой полости, да, пищеварение начинается там, они действуют в условиях слабо-щелочной среды. Если проверить пасты, которые активно рекламируются, и очень красивые и вкусные для детей, то они все создают кислую среду. Поэтому пищеварение у таких детей будет страдать однозначно еще в ротовой полости. Поэтому, как бы банально или глупо ни звучало, зубная паста для ребенка очень важна. Поэтому, я думаю, не случайно наши специалисты, нутрициологи включили зубную пасту в набор здорового ребенка. Не потому что вот просто так делать нечего, а потому что действительно это важно у детей. Поэтому вот паста тоже в аптечку, да. Ну и что еще такого, детям-аллергикам старшего возраста, да, если, ну как старшим, школьникам, школьникам, я обычно мамам рекомендую всегда иметь коралловый кальций и гистоблок в аптечке на этот период. Вот, потому что у них всегда сопровождается дополнительным аллергическим компонентом любое простудное заболевание, то есть или аллергическая реакция. То есть это вот в качестве аптечки. Ну вот, наверное, так. Спасибо. Спасибо. Да. Пожалуйста, и спасибо. Да, спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...